Друзья, я занимаюсь развитием собственного пассивного дохода, а именно покупаю у компании Автоэнтерпрайз и устанавливаю зарядные станции на территории Украины. Найти место, провести переговоры, просчитать смету берет время, а хочется развиваться как в компьютерной игре. Так что обращаюсь ко всем тем, кто имеет потенциальные места для установки зарядных станций. Кафе, ресторан, гостиница, магазин, торговый центр, стоянка, любой паркинг с возможностью резервной мощности от 7 киловатт. Прошу незамедлительно связаться со мной прямо сейчас. Также впоследствии, если вы захотите выкупить зарядную станцию на вашей локации, получите скидку от меня. Что решаем? Текаем. А, текаем? Ну нормально, дай мне канал. Давайте, давайте. Пацаны, а вы реально думаете, это поможет? Смотри. Ты еще бежать начни, подожди, куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Слушай, ну я тебя сейчас на лифт вещаю, зачем ты убегаешь? Это позорище. Так что позорище, я иду по делам, вы чистая провокатор. По каким делам ты идешь? Какие провокаторы? Куда ты бежишь? Алло. Куда ты бежишь? Да я не бегу, я иду по делам. Да стой! Куда ты в рассыпную, слушай? Все зафиксировано с нескольких камер. Ну нафига вот этот цирк? Ну хорошо, зафиксировано, ребят, ну продолжайте дальше, в том же действии. Посовещались, они его рассыпнули. Слушай, неужели ты такой трус? Тут трус, послушай, я иду по своим делам. Так развернись, иди к машине, и поступи как мужик. Поступи как мужик. Вы чистый провокатор, я иду по своим делам. Послушайте, что вы пристали ко мне, уважаемый? Ну это смешно просто, то, что вы делаете. Ну хорошо, вам смешно, мне не смешно. Ну понятно, что вам не смешно. Мне смешно, что полиция у нас позорище такое. Далеко бежать собрался? Я иду по своим делам, послушайте, какая вам разница, куда я иду? Ну понятно, ну все хорошо. Здравствуйте, ребята. А вы патрулируете? Патрулируем. Смотрите, я в двух словах. Я приборкуйся. Пожалуйста. Сейчас, секундочку, ты... Нет. Меня Александр зовут, здесь, значит, мы как раз... В принципе, у вас, у вас, у вас, у вас, у вас, у меня линка. Звоню без проблем. Значит, смотрите, какая ситуация, почему мы так расположены. Значит, здесь буквально 10 минут назад произошла, как бы, такая ситуация. Сотрудники полиции одного из здравоотделов вымогали взятку вот у этого человека и взяли ее. И мы все это дело зафиксировали. К сожалению, учитывая, что не сотрудники полиции, события разогнулись так, что они свою машину бросили. Мы их заблокировали, хотели вызывать полицию. Они бросили, да, да, и бросили свою машину. И в чем история, это их личный автомобиль. И, ну, и убежали. Мы, конечно же, не смогли преследовать, но перед этим, естественно, мы зафиксировали факт взятки, мы зафиксировали купюры, мы зафиксировали весь разговор. Более того, приезжали ваши коллеги, которые были здесь тоже на патрульном автомобиле в полицейской форме, которые тоже участвовали во всех этих событиях. А какие были события? Из того, что они нам пояснили, вот, смотри, еще полиция едет. Значит, из того, что они нам пояснили, типа наркоманов они ловили. Приехали, наркоманы оказались вроде как не наркоманы, но они решили с них немножко почесать денег. Вот, приехал человек, они начали ему рассказывать, что вот так и так, сейчас мы им сделаем проблемы, если, короче, вым заимцов, краеотдел, тут всех расковыряем, машину заберем, давай 3000 гривен, либо ты никуда не уедешь. В итоге человек им дал, он был вынужден дать денег, и все это, конечно, мы зафиксировали, вот, но они в рассыпную уехали. Еще также я хотел бы сообщить о том, что данные сотрудники... Здравствуйте, присоединяйтесь, вы нам очень сегодня нужны, как никто. Все так плохо? Да, в плане ваших коллеги взятки. Ну, вот стоят машины. Да, потому что можете присоединяться и принимать заявление, так что, можете поучаствовать. Получите на кратле и медали, возможно, ну, есть условия. Да, я не знаю, я сейчас уже, вот, смотри, вызвал. Александр, я вам советую обратиться на линии Слава, потому что, смотрите, я сейчас... То есть у меня есть два наряда полиции, и никто не может ничего сделать? Смотрите, Александр, я сейчас еду, вот, юбилейный 38В. А я вас задерживаю. Вот, ребят тоже задерживают. Смотрите, я сейчас либо освежусь с кем-то свободным экипажем, если такое не имеется, либо же... Смотрите... Чтобы им вызов перебросить, вы поняли? Саша, здравствуйте. Смотрите, я как добросовестный гражданин Украины сообщил вам о ситуации. Поэтому сейчас я секундочку решу вопрос по поводу того, чтобы перебросить кому-то вызов. Вы поняли, что вы... Да, да, занимайтесь. Конечно, конечно, куда-то ж. Серьезно все. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы вы приняли меры какие-то, приняли как минимум заявление, демонтировали, вот, смотрите, нелегальные проблесковые маячки, с которыми они катаются, и сирена у них установлена. А это, я напоминаю, сколько штраф у нас? А ну-ка. Давай, тебе обязательно. Не, ну сколько? Помните штраф за нелегально установленные? 40, 50? Они могут быть только белыми. Они могут быть только красными. И они, больше, скажу, могут быть только синими. Учитывая, что это светодиоды. Она может быть любым цветом. Она легалит полиции. Я извиняюсь, телефон не сохранился. Можно еще раз? Вы мне скажите, как полиция, что мы будем с этим делать? Вы... С коррупцией в рядах полиции. А, вы в общем говорите? Вы в частности тоже. В частности? Ну, в любом случае, надо, чтобы была регистрация. Конечно, мы для этого и пытаемся понять, кто из вас будет регистрировать. Через 102 и сразу приходите непосредственно тогда уже на планшет. Объясните мне, в чем логика действий? Я вижу здесь два патруля полиции, при этом я должен позвонить на 102, чтобы сообщить об этом полиции. В чем здесь история, я не могу понять. А если бы у меня не было телефона? Хорошо, у меня не было телефона, что мы делаем? Смотрите, мы просто ехали мимо, мы ехали на выход. Я понял, у меня нет телефона, что мы делаем? Вот сейчас, в данный момент, вот, коллега мой, да, он созванивается. Вызывает 102, вызывает 102, я правильно понимаю? Они 102 вызывают, просто, ну, если только свободный экипаж сейчас подъедет. Мне иногда кажется, что нам надо не в 102 звонить всем, а в 103, потому что нам уже давно пора туда звонить и обращаться. Возможно. У нас граждане Украины ловят полицию на взятках, полиция вызывает полицию, это какая-то ерунда полная. Александр, еще раз, вы... Расскажи о событии. Ну, вот, заявитель будет, он... Да, да. С него могли взять... В общем, вам рассказать историю. Понять, что произошло. Якобы автомобили сотрудников райотдела, правильно я так понимаю? Ну, это частных автомобиль, не райотдел. Личные, правильно? То есть, они преследовали, по их мнению, по их пояснению, они преследовали наркоманов. Откуда они узнали, что это наркоманы? Они получили вызов, якобы граждане позвонили, сообщили о том, что это наркоманы. Они их преследовали с проблесковыми маячками на этом автомобиле, при этом... Проблесковые маячки? Вот, можете посмотреть. Вот их видно, вот они стоят под решеткой. Проблесковые маячки. Может, вы напомните мне какой-то штраф? Коллега, не помню, я прошу. 8500. Ну, это ж протоколы, не штрафы-то, а посады. 8500, я думал, больше, но не суть. Я предложил им вызвать 102, либо же написать заявление об уходе, прям тот. Они посовещались и решили убегать. Вот, все. Левые номера у них? А что вы не хотите их, ну, просто снять и все, и посмотреть? А мы что делаем? Там и задние точно такие же, там задние еще легче снимаются. Ну, они же все перед и задние, которые были в машине. О, она еще и на пуске регистрации. Шикарно. Вы говорите, как решить вопрос с литовцами? Все просто. Надо просто номера поверх украинские вешать и все. Нормально. Вот вам, пожалуйста. А вы говорите, проблема литовцев нерешаемая на Украине. Продолжение следует... Вы сюда первый, да? Да. Материал вы собирали? А кто-то личный. Нет, мы приехали, у нас пришел вызов, что четверо неизвестных лазят, ну, роются под деревьями. Ищут закладки. Мы приехали, стоял автомобиль Шкода. Стоял, кстати, я сейчас даже покажу, у меня есть фотография, автомобиль ЛИФ с нарушением право дорожного движения. И потом сразу за нами приехал автомобиль Вольт. Это я приехал. А мы же вместе. Я приехал, вы уже были. Ну, Мога. А кто? Андрей и Леша здесь были. Они вам объясняют. А что они вам объясняют? Что они отрабатывают вызов по 102. Ну, что они отрабатывают вызов по 102. Ну, что они отрабатывают вызов по 102, 4 человека, которые якобы нашли запаску, какие-то, что-то. Вы отражали это в электронном работе? Что оперативно? Да. А чего? А вызов? Опера. Опера, вы уверены, что там второй сотрудник тоже оперативный был? Вот вы не отразили ситуацию, вы приехали на место, и вот они вам сказали просто со слов. Вы какие-то бумаги составляли, вы удостоверились в действительности этого. Что они именно сотрудники? Да. Вот второй человек, который сидел, вы говорите, он оперативный сотрудник? Вот вы говорите, он оперативный сотрудник. А у меня информация, что он не оперативный сотрудник. И вообще он непонятно, что здесь находился. И что здесь делали? Я же у вас просто спрашиваю, первичный какой-то материал вы собирали или не собирали? Насколько я понял, вы ничего вообще не собрали. Нет, вы увидели автомобиль, который стоит с нарушением право дорожного движения. Поэтому я говорю, напишите, что поработал. Вот этот, который стоит? Лиф. Лиф. Да. Он стоял с нарушением право дорожного движения, было зафиксировано. Я подошел к водителю, предоставил удостоверение. Сказал, пожалуйста, перепаркуйтесь, потому что вы мешали. Я все прекрасно понимаю. У вас вызов был не по автомобилю, а у вас вызов был по тому, что якобы здесь по наркотикам. Да, данных граждан мы не выявили тех, именно четырех подозрительных. Четырех подозрительных. Да. А что вам сказали оперативные сотрудники? Что они отрабатывают свое мероприятие по операции МАК. По операции МАК. Вы это отразили где-то, что вы с кем-то общались здесь? Нет. А почему? Вы знаете же прописную истину. Если вы выезжаете на вызов, вы отрабатываете лиц. Если вы не выявили лиц, вы должны что-то составить. Ну, правильно? Ну, конечно. Что лица не были установлены. Собрать материал. А вы, ваша коллега говорит, тут были операторы. Там был только один оперативный сотрудник. И то он непонятно, что здесь находился. Это он сейчас будет уже проверять. Во время проверки мы будем понимать. Вы отразили это в рапорте, даже электронном, что здесь находились такие-то, такие-то, такие-то? Нет, нет. А почему? Ну, наша, получается, недоработка. Понимаете, ваша недоработка немножечко способствует другим потом действиям других людей. И мы потом не можем никак найти тут общую картину, кто здесь был и как был. Потому что, ваше же руководство не дает нам сначала данных, кто здесь был вообще. Отдают другого вызова вообще других сотрудников, которые были после вас. А если бы вы в своем рапорте указали, что вы здесь были, общались с тем-то, тем-то, мы бы вас могли быстрее найти. Понятно. Напишите, пожалуйста, рапорта сейчас, потому что нам в первичный материал, который сейчас СОХ собирает, что вы здесь... Все как было. Ну, понятно. Вы приехали сюда, находился такой-то автомобиль. Как вы говорите, оперативные сотрудники Леша и там, или как его там, второго? Андрея. Да, если вы их знаете в лицо, что они работают в каком-то райотделе, правильно? Я так понимаю, в московском. Все это подробно только, пожалуйста, отразите. Нам это нужно в первичном материале. На вашего начальника, на драку. Вы собираете, когда материал в московском райотделе, вы на драку, значит, на драку пишите. Все равно весь материал будет передаваться. Хорошо? Да. Спасибо. А вы этот номер этот проверить. Можно проверить? Обратную сторону тоже. И тот, и тот. Можешь есть вот эта база. В Польске. А он не дает все. Да. Полностью не дает. А вот это вот номер. Ничего по нему нет. А поэтому... Утеря или... Ничего не понимаю. Только просто... Это через дежурную часть. Через админию практику, да? Да, да, да. Все, я понял. Ирина 26. Нет, нет. Нам просто не интересно. Вдруг у вас там... Нет, вы можете сейчас зайти на МТСБУ сайт. Не бьется, я уже посмотрю. Бьется. Бьется. Вот это? Бьется, ей бьется. Чикен. Ниссан, сами. Заходите. Да, дай мне. Да, дай мне. Да, дай мне. Да, дай мне. Общедоступливые вы находите. Сейчас. Подсветите, что-то проблесковый. Да, там еще и это крякал колеса. Я включу сейчас. Ну крякалку мы не увидим. Увидим, увидим, я покажу. Я покажу. Ну, проблесковый вижен. Они красно-синие? Да, да, они красно-синие. Напишу сейчас проблесковыми маячками, педрешетку радиатора. И вот, вот здесь вот можно сразу посмотреть. Вот, отлично видно. А, нет, фары, блядь, одной нету. Нету. Это узорничная справа, блядь. Вон, под этим колесом хорошо видно. Дудка. Угу. Угу. О, отлично. И изглушку с этим самым. Угу. Пойдем. Работа, работа. Нет, не работа. Нет. Мы отхудшим, а ты пройдет. Так, привозит. Угу. Угу. А что нашли? Что там? Да вот, можно оформлять. Я уже говорил, найду что-то. Нормально. Видишь, а ты не верил. По дедовскому способу вышли. Подожди, Дима, как делить будем? Подожди, 300 гривен сначала надо положить. Слышишь, а ну подними ее. Там как раз этих людей пальцы должны быть, товарищи эти. Так это же их пальцы тут должны быть, если они ее заряжали. Ну ты совсем. Пальцы, ну, выше. Ну она маленькая, да? Да нет, пакет. Пока что, ну вот. Мы сейчас фары специально дали включить. Ух ты, тут лежал? Ух ты, тут лежал. Вот тут и лежал. Ух ты, тут и лежал. Ух ты, тут и лежал. Видишь, оттуда и ехал. Ух ты, тут и лежал. А они бежали или нет? Я сейчас бежал. На улетке бежали, а пиражные бы там. А, в том слове нет. Ну и смену сколько-то 4,9. В сумме 91 штука. С гильзами сложнее Утром бы хорошо Когда светло Магнит Ребят, ну что Сейчас 3 час ночи, прибыли мы сюда 8 часов, только что закончились Практически все следственные действия Разъезжается прокуратура Разъезжается служба собственной безопасности Которая прибыла Полицейские здесь Патруль остается дежурить всю ночь Потому что очень много ведомств приехало И никто не взял на себя ответственность Никто так не решился забрать машину Себе на штрафплощадку, чтобы Отвечать за нее Все это делать будут с утра, потому что генералы И руководство все естественно спит Но у них это Не выхода чести ждать до 3 часов ночи Ради каких-то Коррупционеров Мы находимся в районе, который подвеслен Господину Дракину Господину Драку Я извиняюсь Да, это его подведомственные То есть он Не выезжал на место Хотя, наверное, стоило бы все-таки Приехать сюда разобраться Патрульные останутся здесь на всю ночь Будут дежурить, охранять автомобиль Нам же намекнули, что Ночью могут произвести любые инциденты Машину могут попробовать забрать А до этого я не знаю Борисполь и патрульные дежурили всю ночь Меня охраняли Я думаю, что и здесь они с этим справятся С утра посмотрим, как будут развиваться события Ну а вы ставьте комментарии Делитесь этим видео Это будет очень полезно Увидеть, какие у нас Работают сотрудники в наркоконтроле Кстати, как выяснилось Данные сотрудники наркоконтроля Находились не на служебном задании Один из них находился вообще в отпуске А второй Был то ли на повышение квалификации То ли где-то там командирован То есть они, в принципе, здесь не должны были находиться Но при этом вы видели Они ретиво продолжали бороться с преступностью Искать наркотики в рамках операции МАК Что хочется добавить Конечно же я буду информировать По итогам этой ситуации Как будет все происходить Но могу сказать, что учитывая тот резонанс ведомств Которая произвела эта ситуация И все те, кто сюда съехались Очень трудно будет начальнику райотдела И этим сотрудникам что-либо замять Потому что уж слишком много ведомств Заинтересовалось этим вопросом Также местные жители пояснили нам Что эти люди не только пытались получать взятки с наркоманов Но и сами являлись закладчиками наркотиков в этом районе То есть очень удобно У них в автомобиле находились закладки Эти закладки они размещали Давали объявления о продаже Наркоманы покупали Они выслеживали, когда наркоманы брали эту закладку Преследовали их Потом шантажировали Получали деньги Забирали закладку И так без конца То есть такая себе круговорот закладки в природе То есть, в принципе, вот их бизнес Он раскрылся И я думаю, что жители этого района И Харькова Должны хоть на чуть-чуть вздохнуть с облегчением Поэтому, ребята Не повторяйте ошибок Вот Всех благ И следите за каналом Подписывайтесь Всем пока